Здравствуйте! В эфире медиакомпания 39 канал. Городские подробности и программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в нашей программе. О том, что обсуждали на штабе РСО, как прошла тренировка с олимпийским чемпионом в зале бокса, о погоде и не только. На штабе РСО обсудили вопросы коммунальной инфраструктуры. Совещание провел мэр Анапы Василий Швец. Были рассмотрены проблемные вопросы, которые за последние сутки поступили в муниципальный центр управления. Так, жители Нижней Гастагайки жалуются на низкое напряжение в сети. Начальник Анапского РЭС Николай Пальцев доложил, что над решением проблемы энергетики уже работают. Мэр Анапы поручил главе округа Василию Рогалеву, чтобы он совместно со специалистами Россетей обошел жителей и составил объективную картину, на каких улицах необходима замена высоковольтной линии. Также было отмечено, что энергетики завершают работы по переключению на новую линию абонентов на улице Виноградной Бужори. Это поможет решить здесь вопросы с низким напряжением. Продолжается модернизация водного хозяйства микрорайона Горгипия. Идет бурение новых скважин, проведена реконструкция станции, рассматривается вопрос об установке еще одной станции. Качество воды, которой пользуются жители микрорайона, должно соответствовать всем нормам. Ситуация с жалобами повторяться не должна. Обратился к представителю ресурсоснабжающей организации Василий Швец. Держите вопросы на постоянном контроле. В Анапе до 22 февраля из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. 21 и 22 февраля на Кубани ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможный подъем уровня воды, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед. Также в течение суток 21 февраля на участке Феодусианапа ожидается усиление юго-западного ветра. От 25 до 28 метров в секунду, высота волна 3 до 4 метров. Будьте предельно осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Федерация бокса Кубани и Анапа организовали уникальный подарок для местных спортсменов. В мастер-класс чемпиона Олимпийских игр в зале бокса имени Николая Павлюкова собрались более 50 юных боксеров и не только. Боксеры отработали основы и нюансы ударной техники, изучили тонкости эффективного передвижения, ухода с линии атаки и контроля дистанции. Рахим Чахкиев, который впервые проводил такой мастер-класс в Анапе, высоко оценил уровень подготовки местных спортсменов. И отметил, что они все чаще достигают серьезных результатов и этому способствуют созданные на курорте условия для занятий боксом. Также он поделился секретами успеха, которые помогли ему стать профессиональным боксером мирового уровня. Сегодня первый день масленицы, так называемые проводы зимы. Гуляния будут по всему краю. К примеру, в Анапе сегодня стартует фестиваль блинов. Так, на театральной площади курорта установили деревянные домики. Здесь будут печь и угощать символом праздника гостей курорта. Всю неделю рестораторы будут удивлять разными видами блинов. Фермеры и местные производители тоже представят свою продукцию. Первые три дня праздника называют узкой масленицей. Затем начнется широкая масленица. Она продлится до 26 февраля. Я напоминаю, что партнер выпуска детский развлекательный центр «Акономатата». Субтитры создавал DimaTorzok В Анапе концу недели потеплеет до 15 градусов тепла. Повышение температуры начнется с пятницы. Сейчас в Анапе продолжается небольшой дождь и облачно. А вот в выходные и праздничные дни можно смело ехать на побережье Черного моря. И греться в лучах южного солнца. А я напоминаю, что партнер выпуска «Фермерский двор». Аптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Далее прогноз погоды. Во вторник, 21 февраля, ожидается переменная облачность, температура воздуха днем плюс 8 градусов, влажность воздуха 66%. Ветер подует северо-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 3 градуса. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости передачи 39 канала вы можете найти на сайте. А на панюс.ком я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова